Мейл.ру объявил конкурс среди 19 бюро московских на офис Мейл.ру. Соответственно, последние лет здесь мы работали на IT-компании Skillet Packard, мы работали и на Samsung. Мы делали первый Google в России, в свое время в Санкт-Петербурге. Заказчик сказал две фразы. Первое, мы не хотим как Google. И второе, в современном мире офис – это один из мощнейших инструментов HR. И поэтому мы хотим, чтобы этот офис работал на то, чтобы в него приходили и с удовольствием устраивались новые сотрудники. Часть переговорных, которые здесь есть, она работает именно на HR. Та экскурсия, которая возможна для пока еще вашего не сотрудника, это пока он идет с первого этажа, поднимается сюда, и да, здесь возможно сделать небольшой круг и плавно выйти в переговорный. Именно поэтому оттуда хорошо видно кусочки всего, что здесь его ждет. Он увидит через стекло третьего этажа кусок типового офиса, фитнес-центр, зону для занятий йогой и танцами. Mail.ru проводил исследования, они единственные офисы, у которых есть свое собственное поле для игры в мини-футбол. В этом офисе самая градуированная система и уровни межчеловеческих коммуникаций. Люди сидят не галерного плана open space, а в таких вот, мы называем это звездочками, Mail.ru зовет это ромашками, я знаю. А почему сделаны эти ромашки? Мы пообщались с заказчиком, он нам сформулировал плюс-минус стандартное количество людей в проектных командах. Именно это количество легло в основу этой самой ромашки. Если все члены повернутся внутрь ромашки на 180 градусов, мы получаем всю команду, общающуюся, сидя, не сходя с рабочего места. Если вам надо провести к встрече с участием внешних людей, вы спуститесь на этот, на второй этаж, который исключительно посвящен переговорам. Спортивный зал за несколько часов выстилается шевролином и превращается в большой конференц-зал на 500 человек, то я думаю, что главное, что есть в этом офисе, это бесконечное множество вариантов коммуникаций.